Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! На повестке дня недорогие, но очень вкусные и полезные сливы. Начну с приготовления сливового соуса. Хорошо промыла сливы, перебрала их, разделила на три части. Для соуса отлично подойдут мягкие сливы. Удалив косточки, сложила в тазик и залила небольшим количеством воды. Под тазик подложила толстую сковородку и, периодически помешивая, начала варить. Уварив до мягкости, пробила блендером и пропустила через сито. Добавила специи и уварила до необходимой консистенции. В горячем виде набрала в стерилизованной баночке, закрыла крышки и, перевернув вверх дном, накрыла полотенцем. Хранить их можно и при комнатной температуре. На очереди вяленые сливы. Удалив косточки, разложила на листы дегидратора. Сливы слегка посолила. И, установив таймер на 70 градусов, включила дегидратор. А часть слив разложив на решетку и чуть-чуть подсолив, отправила в духовой шкаф. Установив таймер на 70 градусов и оставив дверь приоткрытой. Так выглядят сливы через 4 часа в духовке. Они начали уже подсыхать. И я перевернула их вверх-вниз. Сравнив оба варианта, могу вас заверить, что вяленые сливы в духовке получаются намного лучше, чем в дегидраторе. Сливы должны быть эластичными и при нажатии не должен появляться сок. На дно стерилизованных баночек выкладываю специи. Кориандр, гвоздику, перец горошком, нарезанный слайсами чеснок и горький перец. Затем укладываю в баночки сливы. Опять чеснок и перец. И так до заполнения банки. Заливаю сливы горячим оливковым маслом. Закрываю крышки, но не сильно. Необходимо время, чтобы горячее масло впиталось в вяленую сливу, а воздух, который находится в банке, весь вышел. И при необходимости долить масло, только потом крепко закатать крышку и отправить в холодильник. Поэтому первые два дня баночки нужно будет держать на столе. Четыре 250-миллилитровые баночки получились из 5 килограмм слив. И еще сожалею, что выпал из кадра тот момент, когда я закладываю соль и сахар в баночки. Количество ингредиентов укажу под видео. И, наконец, третья заготовка. Маринованные сливы. В чистые стерильные банки закладываем сухие специи, нарезанные слайсами чеснок и горький перец и достаточно плотно укладываем половинки слив. Поверх них опять чеснок, горький перец, а затем заливаем кипятком и, прикрыв крышкой, оставляем остывать. Затем сливаем воду в сотейник. Добавляем сахар, соль, винный уксус, кориандр и ставим на плиту. Вскепятив маринад, заливаем сливой, но крышки сильно не закрываем. Минуты через 2 проверяем уровень рассола и, если будет необходимость, доливаем и только после этого очень крепко закрываем крышки. Переворачивать вверх дном и укрывать эти баночки не нужно. Вот и готовы наши 3 вкусняшки из сливы. А если вам понравилось мое видео и мой рецепт, подпишитесь, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новых рецептов. Спасибо за просмотр!